Девушки отдыхают В качестве наглядного примера того, каким образом Бог повсюду в мире освобождает людей, из-под гнета тиранов и социальных структур он приводит Моисея. Председатель цитирует богослова Густава Гутьереса, который говорил, цитата, «Освобождение Израиля — это политическая акция, это свержение с народа иго и мучений и начало созидания общества, основанного на справедливости и равноправии». Ваши прихожане недоумевают и просят вас прокомментировать эти слова. Что вы скажете? Ну что же, я раздам вам тексты и дам время на выполнение этого задания. А после этого мы перейдем к общему обсуждению. Перед выполнением этого задания хочу сказать несколько слов по поводу вопросов. Прежде всего, следует отметить, что существуют разные виды вопросов. Так есть фактические вопросы. Один из них будет звучать для нас всегда, по крайней мере в этой семинарии. А именно, о что говорит Библия? Проливает ли она какой-то свет на стоящий перед нами вопрос, проблему или задачу? Этот фактический вопрос никогда не утратит своей актуальности. В рамках других заданий, подобных сегодняшнему, мы будем ставить эмпирические вопросы. Вопросы о сущности мира, о природе обсуждаемого события или явления. Кроме того, существуют концептуальные вопросы. Они призваны вскрыть смысл того или иного, утверждения или высказывания. В одном из разделов нашей сегодняшней работы такое задание есть. Формулируется оно так. «Определите ключевые термины». Это задание носит концептуальный характер. Помимо этого, выделяют моральные вопросы. К ним, например, относится вопрос, «Каких убеждений и какого поведения требуют от нас результаты анализа обсуждаемого вопроса?» Нередко в подобных заданиях звучат и пасторские вопросы. Все их мы разбирать не будем, но суть в следующем. «Как, исходя из ваших убеждений, это должно повлиять на взаимоотношения?» В данном случае, между вами, как пастором, и председателем деноминационного совета. Это с одной стороны, а с другой стороны, между вами и представителями от вашей церкви, которые приехали, чтобы поучаствовать в работе совета. Итак, как ваш ответ повлияет на эти взаимоотношения? Таким образом, выделяют фактические вопросы, концептуальные, морально-нравственные и пасторские. И их надо уметь анализировать, ставить вопросы в отношении вопросов, если хотите. Так вот, говоря о выполнении конкретного упражнения, определение ключевых терминов предполагает ответы на концептуальные вопросы. Имеются ли здесь какие-то важные термины, которые нуждаются в дополнительном уточнении? Вопрос? Да. Термин «угнетение». Угнетение, что подразумевается под угнетением или притеснением, особенно в контексте данной цитаты и ее смыслового наполнения. Давайте допустим, что угнетение в описываемой ситуации носит социально-экономический и социально-политический характер. Богословие «Освобождение» берет свое начало в Южной Америке, а ее отцом считается Густаво Гутиеррес. Возникло оно в определенной общественно-политической обстановке многих южноамериканских стран, где бедные люди жили в нечеловеческих условиях, а богатые процветали при существующем правительстве. Итак, примем, что угнетение было связано с общественно-экономическими и общественно-политическими особенностями жизни малоимущих слоев населения. Какие еще слова, какие еще термины, с вашей точки зрения, нуждаются в уточнении? Слово «защитник». Защитник, заступник. Что это значит? Что значит заступаться, защищать? Можно ли понимать это как лоббирование в правительстве интересов малоимущих, бедных и угнетенных? Ряд приверженцев богословия «Освобождение» такую трактовку, разумеется, поддержат. В определенный период прошлого века и, вероятнее всего, раньше, существовало мнение, что защита может предполагать вооруженную борьбу. То есть отстаивание интересов угнетаемых социальных слоев с оружием в руках. Однако такую позицию, безусловно, разделяют не все сторонники богословия «Освобождение». Итак, это еще один термин, который необходимо определить. Однако, учитывая исторический фон обсуждаемого совета, который предположительно проходил в Северной Америке, под защитой логичнее понимать лоббирование интересов малоимущих и все, что с этим связано. Например, привлечение средств массовой информации. Что конкретно вы понимаете под парадигматическим? Есть в богословии «Освобождение» нечто парадигматическое, это как шаблон, трафарет, как стандартная модель, образец. Насколько точно повторяется парадигма в разные периоды времени и в разных ситуациях? Насколько могут быть парадигматичные детали? Давайте вернемся к этому позже. Согласно богословию «Освобождение», «Исход» является собой образец, пример того, как Бог действует повсюду, освобождая бедных и угнетенных. Действительно ли подобная парадигма применима к освобождению любого угнетенного населения? В связи с этим возникает вопрос, не так ли, история исхода – это типичный или все же уникальный случай? В попытке ответить на этот вопрос, на помощь, как вы увидите, вам придет именно библейское богословие. Вполне возможно, что призыв председателя Совета, который состоит в том, чтобы защищать права бедных и угнетенных в мире, вполне правомерен. Вопрос в другом – насколько корректным является его богословское обоснование? В уточнении, на мой взгляд, нуждается и термин «освобождение». Что подразумевается под освобождением? Отличный вопрос. Если бы у нас было время более подробно разобраться в богословии «Освобождение Гутьереса», то мы бы увидели, что он выделяет минимум три уровня. Космически, в освобождении нуждается все творение. В освобождении от начальств и властей. Кроме того, свобода нужна бедным от структурного, социального греха, который характерен для общественно-социальных и политических институтов государства. Далее, как утверждал Гутьерес, кстати, римско-католический богослов, человек нуждается в освобождении от своих личных грехов. Зачастую обретение этой последней свободы, свободы от грехов, через прощение, крест и скупительную жертву Христа, не появляется, не возникает столь заметно, во всяком случае в южноамериканском богословии «Освобождение». Соответственно, все, кто находится за пределами этого южноамериканского контекста, читая работы особенно римско-католических богословов, могут подумать, что в этом подходе отсутствует понимание личного греха и евангельского пути освобождения от него. Однако, если говорить о Гутьересе, отце богословия освобождения, он, вне всяких сомнений, понимал роль Евангелия, прощения и грехов. Тем не менее, как добропорядочный католик, представитель, так сказать, римско-католической страны, где веками практиковалось римское крещение, Гутьерес отталкивается от дето-крещения как способа решения проблемы первородного греха. И это, разумеется, во многом влияет на его понимание освобождения от личного греха. Конечно, мы могли бы оспорить такое понимание на основании анализа Божьего действия в Евангелии. Тем не менее, как мне кажется, нельзя не учитывать того обстоятельства, что целый ряд таких богословов из Латинской Америки и других стран принадлежали к римско-католической церкви, поэтому они придавали немалое значение церковным таинствам. А вот в отдельном внимании с их точки зрения нуждаются бедные и угнетенные. В богословии освобождения есть такие термины, как справедливость и равноправие. Как и следует понимать. Справедливость и равноправие? Справедливость — это когда каждый получает то, что заслуживает. Если ты имеешь мало, то это потому, что так устроили богатые. Должно быть братство, а не иерархия. Совершенно очевидно, что у римлян были проблемы с южноамериканскими, римско-католическими сторонниками богословия освобождения, поскольку, как вы понимаете, последние были довольно ревностными поборниками равноправия. Рим в то время был не таким. Кроме того, обращает на себя внимание утопический язык. Многие приверженцы римско-католические приверженцы богословия освобождения в Южной Америке считали, что марксизм наилучшим образом раскрывает причины того, что наносит вред обществу. Тогда как Евангелие предлагает наилучшие решения этой проблемы. Евангелие, а не Маркс. Таким образом, в этом богословии довольно отчетливо звучат марксистские мотивы. В той части, где говорится об угнетении, освобождении, структурах, утопии, равноправном, то есть бесклассовом обществе. А что подразумевается под политической акцией? Политическая акция. В североамериканском контексте политическая акция – это, скорее всего, лоббирование, протестные акции, демонстрации, воззвание в СМИ и обращение к конгрессменам, сенатору и так далее. В Южной Америке, как я уже сказал, это не исключает вооруженные, насильственные способы решения вопросов. Хотя южноамериканских представителей богословия освобождения, которые бы поощряли подобные методы, сию минуту я вам назвать не могу, если говорить о прошлом веке. Итак, терминов здесь достаточно. Изгои, притесняемые, люди, не обладающие никакой властью, малоимущие люди, несправедливые социальные структуры, своего рода воплощения так называемого структурного греха, бережно хранящее в форме законов и социальных институтов то, что, по сути, наносит вред обществу. Отчасти вклад богословия освобождения в наше вероучение заключается, по-моему, именно в введении понятия структурного греха. На мой взгляд, понятие это очень важное и серьезное, поскольку, особенно в евангельской традиции, мы склонны все индивидуализировать. Так Марк Нолл говорил, что до 18 века, Марк Нолл историк, проповедники, пуритане, лютеране, кальвинисты, возвещали с кафедры «Божий план для церкви». Однако с началом эпохи просвещения, с характерным для нее индивидуализмом, акцент евангельских проповедей сместился на отдельного человека и чудный Божий замысел для его жизни. Из нашего поля зрения несколько выпал тот факт, что Бог спасает свой народ, всех в совокупности. И представители богословия освобождения напоминают нам об этом. Прекрасным библейским примером структурного греха служит Даниила 3, где по закону людям предписывалось поклоняться золотому истукану. Вот вам пример узаконенной непокорности Богу, что бросает вызов всем, кто желает оставаться верным. Так что это важное понятие и прекрасный балансир для нашего личного понимания греха. Освобождение, угнетение, думаю, это мы с вами разобрали. Здесь поднимается один очень серьезный вопрос. А именно, следует ли считать данное повествование из книги «Исход» образцом, шаблоном, моделью, является ли описанное типичным для Божьего действия, или же мы все-таки имеем дело с уникальным случаем? И это предметная область библейского богословия. Если рассматривать обсуждаемые тексты «Исхода» в контексте, как в более узком, так и в более широком, книге, канона, всей истории искупления, какой вывод будет более обоснованным? Это типичный или же уникальный случай? Как вы думаете? Что касается социально-экономического и политического освобождения, то с ним здесь все вроде бы понятно. Но ведь, учитывая подробности событий в «Исходе», то есть того, что тогда произошло в истории, приходишь к выводу, что здесь имеет место не только социально-экономическое и политическое освобождение, но также еще и освобождение духовное. Сказать кое-что из социально-политической обстановки того времени в Израиле присутствует в современном необществе, это, согласитесь, не то же самое, что утверждать, что здесь представлена некая универсальная модель Божьего действия повсюду, и мы, как соучастники, должны выполнить свою роль, свою обязанность по освобождению из-под гнета людей, опираясь на модели с книги «Исход». Понимаете, насколько различны эти позиции? В «Исходе», во второй главе, с 23 по 25 стих, мы снова встречаем фразу «И вспомнил Бог». Это крайне важный текст, правда? И Бог говорит почему. Потому что Он вспомнил Свой завет с Авраамом, Исааком и Яковом. Здесь наблюдается формальная связь, и на подобные взаимосвязи следует обращать особое внимание, памятуя о свойстве Писания толковать само себя. Данный текст напоминает нам об обетовании Божьим, данном Аврааму, Исааку и Якову, не так ли? Бог действует в рамках верности Завету, что возвращает нас к обетованию Аврааму как более широкому контексту событий, описываемых в книге «Исход». Для обоснования этой мысли, давайте откроем книгу «Исход», первую главу. Стихи с первого по седьмой. «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Аковом, вошли каждый со своим домом. Рувим, Симеон, Левий и так далее. Всех же душ, происшедших от Чесла Акова, было 70. И умер Иосиф, а сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими землята». Слышите здесь отголоское обетование Аврааму? Бог исполняет данное слово, только народ его находится под внетом. А теперь обратимся к книге «Бытие», глава 46, стих 8. «Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет, Иаков и сыновья его, первенец Иакова Рувим и так далее». Данный текст очень напоминает текст из книги «Бытие» 46, и лексически, и грамматически. Таким образом, Исход 1 оказывается тесным образом связан с обетованием Божиим Аврааму. Кто же эти люди в Египте? Как они описываются в 6 главе Исхода, или 4? Какой ключевой признак здесь можно выделить? Первенцы. Говоря обобщенно, речь о первенце Божьем. Потому ничего удивительного, что самая страшная казнь Божья должна была унести жизни именно первенца в Египте. Это возмездие фараону за обращение с первенцами Божьими, то есть с Его народом. И опять-таки здесь наблюдается та самая особенная взаимосвязь. Еще раз обратите внимание на Исход 6. Искупление первенца Божьего одновременно подразумевает и суд над Египтом. Однако не только над фараоном. Что об этом суде говорится в Исходе 12? Кто-то уже добрался до этой главы? Суд вершится не только над фараоном и египтянами, но также и над египетскими богами. Таким образом, данные тексты не ограничиваются исключительно тем, что раскрывают нам модель того, как Бог освобождает свой народ из-под социально-политического гнета. Помните, вы говорили о насыщенности? Так вот, данные повествования весьма насыщены. Насыщены тем, что, по-видимому, не учитывает председатель совета. И далее, в Исходе 15, Бог действует в защиту на благо своего народа, освобождая его от фараона, врага обетования. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Спасибо. Применительно к теме нашего разговора тот подход, который мы обсуждаем, походит на лошадь и телегу. Если смотреть на все Писание через призму того, что произошло в Исходе, а не с позиции Евангелия, то есть в ретроспективе, уместно вспомнить Голдсорси. Христос – это наиболее явное откровение личности и деяний Божьих. Тогда, вероятно, все остальное Писание следует рассматривать именно под этим, а не под каким-то другим углом. Да, если можно так выразиться, согласно Голдсорси, нам следует читать Писание, в том числе и Ветхий Завет, с точки зрения христианства, и не притворяться при этом евреями, когда мы открываем Ветхий Завет. Таким образом, Священное Писание целиком нам должно читать через призму Христа. По моему убеждению, опять-таки, вставать на защиту бедных и угнетенных – это по-христиански. Широкое обоснование чему мы находим в самом тексте Священного Писания. Возьмите, к примеру, притчу о добром самарянине или порицание апостолам Иаковым удержания ужнецов, пожавших поля, причитающиеся им платы, или же притеснение богатыми бедных, не менее насыщен подобными текстами, и Ветхий Завет, в частности, пророки. Но речь сейчас не об этом. В центре нашего внимания в данном случае богословское обоснование защиты угнетенных. И, как мне представляется, оно ошибочно, а выражаясь формально, некорректно, с позиций библейского богословия. Так как текст не был помещен сначала в более узкий контекст, а затем рассмотрен в контексте книги, канона, а также через призму всей истории искупления. В результате этого оказались неучтенными важные взаимосвязи и смысловые нюансы, в частности, взаимосвязь с обетованием Божьим Аврааму и Заветом, а также с развитием общей библейской линии обетования и Завета. И в этом смысле мы наблюдаем пример не вполне ответственного обращения с Библией, то есть нарушения того, к чему призывает и чему учит библейское богословие. Особенно внимательно к этому должны отнестись те из вас, кто будет вести занятия по изучению Библии, а также проповедники, которые будут взывать к совести слушающих их людей. А это, в свою очередь, требует правильного прочтения и корректного толкования Библии, а не произвольных суждений по поводу ее содержания. Скажите, а теперь, если учесть все вышесказанное, как будет правильно ответить на пастырский вопрос? Как ответить на пастырский вопрос? Увы, но времени у нас не осталось. Шутка. Еще несколько минут, у нас есть. Просто этот вопрос я детально не проработал. При этом он, разумеется, крайне важен. Думаю, будь я на месте этого человека, у меня бы возникло желание поговорить с председателем совета. Если бы времени на это у него не нашлось, я отправил бы ему обычное письмо или написал электронное сообщение, которым выразил бы свою озабоченность по поводу услышанного. Для этого, конечно, потребовалось бы освежить в памяти свои знания в области богословия освобождения. При этом, говорить следовало бы прямо и откровенно. Как евангельский христианин, я мог бы сказать, в последнее время мы уделяем этому недостаточно внимания. Когда-то эта сторона была у нас сильнее. В ответ на возрастающую популярность модернизма и социального Евангелия в начале прошлого века в этой стране, насколько я это понимаю, спасение душ, так сказать, приобрело особое значение, особое звучание, как другая сторона наиважнейших заповедей и великого поручения. Заповедано ли нам не оказывать должной помощи? С этим можно спорить. Как бы то ни было, говорить надо честно и прямо. Но при этом я бы попытался вежливо оспорить высказывания председателя. Что же касается приехавших со мной прихожан, то их вопросы при наличии таковых требуют прямых и честных ответов. Я бы, вероятно, сказал, при всем моем уважении к положению председателя и при этом допуская, что исходит он из лучших побуждений и призывает нас к очень благородному делу, мне представляется, что обосновывает он это библейски некорректно. Думаю, что в этом вопросе требуется более тщательное изучение Священного Писания. Вот как я бы ответил. Ну что ж, друзья, на этом наше сегодняшнее занятие закончено, а в следующий раз мы будем исследовать тему «Воплощение и Мессия». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok